Эфир Хабар 24 продолжает выпуск новостей. В студии Дага Саркулова. Здравствуйте. Глава государства подписал закон об амнистии участников январьских событий. Она коснется примерно полутора тысяч человек. Кто может рассчитывать на полное или частичное освобождение от наказания, расскажет Рауль Габитов. Список претендентов на амнистию составляла специальная рабочая группа. В нем около полутора тысяч человек, но это пока предварительно. Цифры могут измениться. Некоторые участники январьских событий могут отказаться от процедуры. Те, кого осудили, их согласие уже не требуется. Но те, которые находятся в процессе рассмотрения дела, у них обязательно будут спрашивать, хотят ли они соглашаться на амнистию. Потому что есть люди, которые, может быть, хотят идти до конца, может быть, считают, что выиграют дело. Но в таком случае человек отказывается от амнистии. У большинства граждан, я более чем уверен, что они будут согласны с этим решением. Более того, я скажу, что это, наконец, будет неким завершающим этапом большого этапа расследования, который ввели огромное количество людей, логическим концом всего этого кошмара, который происходил в нашей стране. После беспорядков к реальным тюремным срокам приговорили 128 человек. 40 из них выйдут на свободу сразу, еще 50 в течение полугода. Больше 170 освободят от уголовной ответственности. Преступления, которые они совершили, относятся к категории незначительных. Это не оправдательный приговор, это не реабилитация. Поэтому люди, которые признали вину, это государство, которое выражает милосердие, гуманизм в отношении людей, которые признали свою вину. И я думаю, что этот процесс начнется в середине ноября и завершится уже в начале следующего года. Рассчитывать на смягчение наказания могут и те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Назначенные судами сроки им сократят. В истории национальных амнистий данная амнистия, пожалуй, единственная в своем роде, единоразовая. Это означает, что в случае повторения подобных событий, государство больше не будет принимать таких законов. По официальным данным, в ходе январских беспорядков пострадали больше 4 тысяч человек. Почти 3,5 тысячи из них – это сотрудники силовых ведомств. Погибли 238 человек, в том числе 19 полицейских и военных. Рауль Кабитов, Хабар-24. Агентство по делам госслужбы проверяет причастность чиновников к азартным играм. Проверка начата по поручению главы государства. В случае, если нарушения подтвердятся, будут приняты меры, сообщили в ведомстве. Напомню, прокуратура Алматинской области установила, что чиновники потратили в казино больше полумиллиарда тенге. В списке прокуроров 305 фамилий. Среди них, как утверждалось, были сотрудники МВД, Минобороны, Минфина, Акиматов, а также агентств по финмониторингу и противодействию коррупции. Глава МВД сообщил, что расследование идет и со стороны его ведомства. Некоторые из указанных лиц уже не работают, но обстоятельства выясняются. В Казахстане микрофинансовые организации, возможно, обяжут снизить ставку вознаграждения по онлайн-кредитам до 20%. Такую возможность рассматривают в финрегуляторе. Нововведение поможет остановить динамику агрессивного роста закредитованности. Население должно только банкам более 11 триллионов тенге, из которых больше половины – потребительские займы. Эксперты не исключают, что эта вынужденная мера может привести и к негативным последствиям. К примеру, отток у крупных участников онлайн-кредитования, которые, вероятнее всего, прекратят деятельность в Казахстане и уйдут на рынки других стран с более лояльными условиями. Но есть и другие риски. Есть риск, о котором мы ранее говорили, о том, что могут уйти и сферу теневого кредитования. Это как бы мы не исключаем такой возможности. Конечно же, ну, наверное, все-таки мы видим в этом больше положительных моментов. Потому что, действительно, еще раз повторюсь, что рост потребительского кредитования действительно вызывает уже тревогу не только у государства, но и у самих участников, добросовестных участников финансового рынка. Эксперты также отмечают, что микрофинансовые организации неоднородные. Есть те, кто специализируется исключительно на кредитовании бизнеса, другие выдают лишь потребительские займы. И эти два разных сегмента, по мнению специалистов, нужно разделить. Наши предложения – это все-таки провести водораздел между этими рынками, сделать пропорциональное регулирование. Это первое. Второе – все-таки финансовый регулятор не должен вмешиваться, наверное, в операционную деятельность микрофинансовых организаций. Должен устанавливать какие-то определенные ограничения. И третье – это то, что необходимо усилить контрольно-надзорные функции, почистить рынок от недобросовестных участников, но не распространять такие жесткие меры в отношении всех субъектов микрофинансовой деятельности. Больше 630 миллиардов тенге возвращено в бюджет государства. Данные за пять месяцев их озвучил генпрокурор Казахстана. При этом из стран дальнего зарубежья удалось вернуть порядка 400 миллионов долларов. В Астане прошло очередное заседание комиссии по возврату активов. Прокуроры внесли в Верховный суд 23 протеста по пересмотру судебных актов, принятых в пользу олигопорий. Больше половины из них удовлетворено. Ждается, что в бюджет поступит еще 23 миллиарда тенге. Также в ходе прокурорских проверок удалось вернуть более 140 тысяч гектаров земли. Эти участки использовались не по назначению, либо были присвоены незаконно. В таможенной сфере по результатам прокурорской проверки в бюджет поступило 57 миллиардов тенге. В суды предъявлены 13 исков о возврате государству имущества стоимостью в 13,5 миллиардов тенге. Комиссия продолжит работу по возврату активов. Госбюджет также получит акции и драгоценности на полмиллиарда долларов. Антикоррупционная служба продолжает расследование в отношении Кайрата Сатабалды и его подельников по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Украденные ювелирные изделия оценили в 230 миллионов долларов. Еще больше денег Сатабалды вложил в иностранные ценные бумаги. Кроме того, установлен факт вложения Сатабалды в 300 миллионов долларов США в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана. По поручению главы государства поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается. Около 80 досудебных расследований по фактам торговли людьми зарегистрировали в Казахстане с начала года. Но реальное положение дел гораздо хуже. Об этом заявил министр внутренних дел. Марат Ахмеджанов отметил, что ежегодно в стране регистрируют больше сотни таких преступлений. В настоящее время полиция задержала участников трех организованных преступных групп. Ликвидировали нелегальные каналы вывоза казахстанцев в Королевство Бахрейн и Южную Корею. Также задержали преступников, которые содержали притоны и вовлекали несовершеннолетних в занятия проституцией. Я думаю, что больше вопросов будет профилактики. Все-таки на сегодня мы боремся с последствиями, уже когда выявляем потенциальных жертв. Поэтому сегодня, если вы видели преамбулу законопроекта, то уже определяет группу рисков, кто может попасть. То есть в трудных положениях, уязвимые. Статистика и аналитика показывают, кто у нас жертвы этих правонарушений. И уже где-то мы выявили, что 90% пополняют жертву именно вот эта категория. Почти 50 миллионов человек стали жертвами рабства по итогам прошлого года. Каждый восьмой – ребенок. Это данные Международной организации труда. Больше всего случаев было зарегистрировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробнее расскажем в нашем международном обзоре. ООН классифицирует современное рабство как торговлю людьми, принуждение к труду и принуждение к браку. К последнему относятся около 22 миллионов случаев во всем мире. Для сравнения, пять лет назад фактов было на несколько миллионов меньше. Что касается насильственной эксплуатации людей, то негативная тенденция зарегистрирована практически во всех странах мира. Особенно уязвимы перед рабским трудом мигранты. Как правило, они сталкиваются с этим в три раза чаще. Согласно последним данным глобального индекса рабства по состоянию на 2018 год, больше половины случаев приходится на такие страны, как Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш и Узбекистан. При этом среди государств с самой высокой долей населения в современном рабстве антилидерами выступают Северная Корея, Мавритания, Афганистан, Сирия, Катар, Ливия и другие страны. Активнее всего проблему решают государства Южной и Северной Америки, Европа, Индия и Австралия. Положение в области прав человека в Ливии по-прежнему вызывает обеспокоенность. Нарушения в отношении мигрантов и просителей убежища продолжаются безнаказанно. Произвольные задержания по-прежнему являются обычной практикой. Больше всего людей, занятых принудительным трудом, а именно 18 миллионов человек, приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. К слову, на днях Австралия и Таиланд подписали соглашение об усилении борьбы с торговлей людьми. В ООН отмечают, в целом для решения проблемы необходимо укреплять социальную защиту и расширять правовую поддержку трудящихся. Важно также повсеместно повысить установленный законом возраст вступления в брак до 18 лет. Вернемся в Казахстан. В Костанайской области оказались потопленными дома, которые построили для погорельцев. Вода во дворах скопилась после обильных дождей. Как устраняли последствия, об этом в следующем материале. Включи от новых коттеджей пострадавшие от пожара жители Аули и Коля получили совсем недавно. Но не успели отпраздновать новоселье, и вот новая беда. Несколько дней в селе лил дождь, и вода стала скапливаться во дворах. Вот с дома не выйдешь, получается. По фундаменту полностью. Вот эта вот вода. Полностью весь двор. Несколько часов ушло на то, чтобы откачать воду. Устраняли последствия дождей совместно с подрядчиками, строившими дома. Они еще на гарантии. Сейчас, отмечают в районном Акимате, угрозы подтопления нет. В связи с тем, что фундаменты сделаны полностью в соответствии со всеми требованиями, в дом вода не поступает, не подтекает. Никаких вопросов в этом отношении нет. Оперативно было отработано. Всего для погорельцев в Аули и Кольском районе возвели 91 дом. Септиков в проекте не было, поэтому установили временные колодцы. В Акимате рассказали, что в будущем для каждого из этих домов планируют провести индивидуальную канализационную систему. Сабина Балашкина, Рауль Габитов, Хабар, 24. В Талтыкургане из-за утечки газа без голубого топлива остались жители более 750 домов. Что бы ни случилось беды, специалисты отключили его подачу. Как сообщили в аварийной диспетчерской службе, причину неисправности в подземном труппроводе выясняют. До сих пор ищут место ЧП. Как долго горожане будут оставаться без газа, неизвестно. Точное время, когда подключим газ обратно, пока неизвестно. Потому что необходимо найти этот дефект и определить материальные расходы. Только после этого станет понятно. Подачу природного газа возобновили в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Напомню, там из-за аварии на газопроводе без отопления остались 9 сел. 1700 абонентов были отключены от центральных коммуникаций. Аварию устраняли несколько часов. Место утечки выявили в районе села Айнабулак. Казахгаз намерен воспользоваться своим приоритетным правом на недропользование и получить от государства до 10 лицензий на поиск месторождений. Разведкой и добычей будет заниматься новое предприятие. Об этом подробнее Решер Нагипов. Ежегодные казахстанцы потребляют более 20 миллиардов кубометров газа. Для того, чтобы обеспечить газом всех, необходимо уже сейчас принимать меры по расширению ресурсной базы. В связи с этим, нацкомпания «Казахгаз» объявила о создании подразделения по разведке и добыче природного газа. Новое предприятие будет создано на базе существующего дочернего ТОО «Амангель-де-Газ», который занимается добычей голубого топлива на одноименной группе месторождений в Жамбылской области. В мире уже в газовых странах, в мире используются новые технологии, которые в Казахстане до сих пор не существуют. Их нужно активно применять. В Казахстане очень много интересных залежей, особенно в наших 15 осадочных бассейнах, где концентрируются нетрадиционные корректора, нетрадиционный газ, сланцевый газ и так далее. «Казахгаз, разведка и добыча» будет заниматься именно разработкой таких интересов в сложных месторождении. Все новые проекты нацкомпаний по недропользованию будут консолидированы в структуре нового предприятия. «Казахгаз» намерен воспользоваться своим приоритетным правом на недропользование и получить от государства до 10 лицензий на поиск газовых месторождений. Кроме того, глава национальной компании подчеркнул, что газовая отрасль становится более рентабельной и привлекательной для инвесторов, а также пригласил заинтересованных инвесторов к партнерству. Алишер Накипов, Мурат Арипханов, Досхан Курас, Хабар, 24. Другим темам. 30 тысяч мертвых мальков общим весом 400 килограммов выбросило на берег в Алматинской области. Эту информацию подтвердили в местной прокуратуре. Ранее видео с погибшей на Кабшагайском водохранилище рыбы появилось в соцсетях. Его авторы предположили, что кто-то сливает химию в водоем. Минэкологии инициировали проверку. Ее результаты будут позже. Причины ЧП сейчас выясняет специальная комиссия. Но по предварительным данным, молоть выбросила сильным штормовым ветром. В области Абай впервые за много лет ремонтируют дороги в отдаленных сельских округах. Так, в Коппектинском районе новым асфальтом в этом году покрыли порядка 20 километров трасс. На очереди еще пять сел. В Коппектинском районе разбитых дорог между селами немало. Одна из них – Тирек-Ташогулбай. В этом году впервые за 30 лет трассу решили заасфальтировать. Было очень трудно ездить в районный центр. Дорога была в ужасном состоянии. Наконец-то нас услышали. Между селами постелили новый асфальт. Мы очень рады этому. Отремонтировать важную транспортную артерию долгие годы просили жители еще пяти сел. Обновить 50 километров дорожного полотна местные власти обещают уже в следующем году. В следующем году мы покроем асфальтом 25 километров дорог между селами Ольголе-Малше и Хохжаик. Также отремонтируем 9 километров автотрассы, ведущей к ферме Орнек. Проектно-смертная документация уже разработана. Кроме того, будут обновлены дороги внутри самих сел. Всего в области реализуются 19 проектов по ремонту дорог протяженностью 217 километров. В следующем году новым асфальтом планируют покрыть около 300 километров дорог. Асемутешево, Миндетумирханов, Хабар, 24, область Абай. Казахстанским школьникам официально разрешили носить полы и кофты вместо рубашек и пиджаков. Об этом сообщили в Минпросвещение. Речь идет о расширении вариации формы. Так, школьникам хотят предоставить право выбора более удобной одежды для учащихся. Цветы и фасон смогут выбрать попечительские советы и согласовать с администрацией. Сделать это они должны будут заблаговременно, до начала учебного года. В министерстве признали, что детям не всегда удобно во время занятий носить официальные костюмы. Были внесены изменения касаемо введения более удобной школьной формы таких видов одежды, как жакеты, жилеты трикотажные, как на пуговицах, так и на замках. А также рубашки можно будет заменить более удобными рубашками пола, либо теннисками. Но это не является определенным таким моментом, когда полностью нужно будет школьную форму заменить на уже новую форму. На сегодняшний день мы заранее вводим такие изменения, для того, чтобы в новом учебном году наши родители и учащиеся могли быть готовыми заранее. Казахстанская киноколлекция в скором времени пополнится еще одним фильмом о непростой службе в спецназе Национальной гвардии. Съемки полнометражной художественной картины под рабочим названием «Беркут» проходит в живописных местах Илья-Латаусского национального парка и на берегу реки Ильи, а также в Алматы и Конаеве. На съемочной площадке побывали и наши корреспонденты. Сюжетная линия построена вокруг трех главных героев – бойцов спецназа. Они проходят через жесточайшие испытания, чтобы получить право носить краповый берет. Роли исполняют известные молодые актеры – Санжар Мади, Деврин Сергазин и Аслхан Тулепов. Вместе со спецназовцами они тоже выполняют комплекс силовых упражнений и проходят тактическую подготовку. В этом фильме я играю одного из, скажем так, и такая счетовая тройка спецназа. Вот я командир этой тройки. Вы знаете, по работе с ребятами, с военными, ты понимаешь, что здесь, конечно, немножко совсем другой менталитет, другой подход к обстоятельствам. И мне приходилось из себя, скажем так, вытаскивать то, что необходимо было показать. Здесь ты прям должен показать волевой характер, ты должен показать полное владение ситуацией и ни в коем случае не струсить, ни в коем случае не показать слабину. То есть здесь приходилось, конечно, работать над собой. За основу фильма «Беркут» взяты реальные события. Это оперативно-розыскные мероприятия. Картина насыщена экшн-сценами. В ней много перестрелок и аварий. Даже была сцена с переворота машины. Также мы еще несколько машин будем переворачивать. У нас очень сильная команда. Оператором-постановщиком выступил Азамат Дулатов, очень известный казахстанский кинооператор. Продюсером выступил Камал Жасылыков. Это командир спецназа «Беркут Алматы» в отставке на пенсии. Режиссером-постановщиком фильма стал Даниар Ибрагимов, известный в казахстанской кинематографии как один из создателей военных картин «Шестой пост» и «Казбат». Но в качестве режиссера выступает впервые. Максимально стараюсь, чтобы никого не подвести. Не подъявить, что это мой первый фильм как режиссера. Но в принципе я уже и сам забыл, что это дебют, потому что сейчас съемки очень такие насыщенные. Нас как с первого дня увлекло все это дело. И нет времени даже остановиться, о чем-то задуматься. Материально-техническую поддержку фильму оказывают подразделения Национальной гвардии, МВД, Министерства обороны и МЧС. Авторы планируют завершить съемки до конца этого года. А в следующем он выйдет на экраны не только Казахстана, но и СНГ.